приближается середина октября а мы с трямой приближаемся ко входу и сегодня идем пройтись вдвоем пока все остальные ускакали по своим делам мы сегодня просто гуляем ловим солнечную погоду надеемся что с лякотью не зальет в ближайшие дни вот такое солнышко осеннее сразу предупрежу что обзора всего высточного центра в днх конечно не будет будет наша коротенькая прогулочка практически вокруг фонтанов ну что интересное увидим то покажем почти на всей территории от центрального входа до ракеты все время играет какая-то музыка идут объявления поэтому может быть будут переозвучивать или надеяться что не забанит youtube меня за врезки исходе с газоном это вам чуть-чуть вида цветника перед сразу центральным входом или сразу после центрального входа какие-то аттракционы остались там их раньше было много-много теперь все перестраивают больше под какие-то выставочные спортивные местные продолжаем заниматься переозвучкой тут я рассказывала как объясняла тремя почему в этом месте нельзя на газон нельзя бегать по газону а это фонтан дружбы народов не подойдем его посмотреть вблизи потому что готовят уже территорию к заливке зимнего катка кстати рядом очень красивый был павильон киргизия вот прямо все-таки прорвался прорвался на газон очень здорово что я взяла с собой пакетики много влажных салфеток также здорово что есть мусоросборники шатрями объясняешь объясняю что нельзя здесь на газонах заниматься тем чем обычно собачки занимаются а просто вон там вдали тоже собачка идет просто с собачкой маленькой безопасной или одеты в намордники и прочее прочее погулять можно кстати я с перепугу одела теплое пальто но как-то даже жарковато мне сегодня так что с чем с чем а с осенью очень повезло что ж ты так чешешься дорогой мой не раздражение ли у тебя от этого ошейника а с удобствами для людей все ок пойдемте там где-то нас 3 мак ждет очень мой радость дождался я же быстро я же очень-очень быстро это павильон музея востока объявивши что теперь там музей рериха приехал сюда это господи кто что у нас вылетел из головы красота я помню что когда у меня проснулась память и самосознание в детском возрасте приезжали в середине 90-х на в днх здесь вот эти все павильон они были в три строчках торговых по вот этот павильон востока был павильоном здоровья все перед ним было еще временной застройки я вообще этих павильона в своем детстве вот так не помню и практически не знала то что у них были какие-то названия по республикам бывшего ссср когда там что-то мама говорила пойдем туда пойдем в какой-то павильон по старым названием это вообще было загадка что она имеет виду сейчас он вернули исторический облик каменный цветок тоже мы не подойдем я поищу лучше ракурс его поснимать там казахстан тоже было очень красивая прошла мимо мы идем к ракете дат рамуль в королеве же мало ракет поэтому 10 куда мы еще могли прийти на время прогулки заканчивается сейчас сделаем здесь круг почета и пойдем обратно интересует стоимость еды мы сейчас с трямой на двоих съели за 150 рублей пирог с сыром и шпинатом нам понравилось против солнца буран у меня на канале кстати есть зимнее посещение бурана и там еще кое какую технику поставили и отличная там детская площадка для детских игр это самолётики вертолётики и прочее прочее она на всякий случай попрощаемся с вами прямо ты куда ломишься он в той стороне мос аквариум дельфин кафе за домиком выглядывает а за ним мос аквариум действительно где еще потрогаешь шоссе от самолета настоящего кстати кто не в курсе это настоящая ракета установлена и макет собственно стартовой стойки тоже натуральную величину ай и Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, вот еще нарезка фотографий. Боялась, что у меня памяти не хватит, поэтому предпочитала фоткать, чем снимать и болтать. Вот где товары из Китая живут. Это центр балета. Тут можно даже прочитать про центр кинематографии. Ну, согласитесь, красивые маленькие павильончики вдали от центральной аллеи. Просто что-то очень мне понравилось, как смотрится. Много всего на реставрации, потому как решили всему вернуть исторический облик. Простите за тавтологию практически. И вписать, использовать под новые выставочные какие-то площади, торговые площади, еще под всякие разные мероприятия. В общем, есть что посмотреть. И когда уберут все эти леса, будет больше чего посмотреть. Очень понравился английский этот садик. Это мы с трямой в окружении большого количества Бетховеных. Я только не очень поняла смысл в 200-летие Бетховена выставлять кучу мелкозавров. А это читальни на ВДНХ все еще существуют. И даже вот внутрь тряма меня завел. Мы посмотрели, что там стояли даже какие-то книжки. Ну, не думаю, что это пользуется какой-то вау популярностью. Прямо притащил меня к газону все-таки. Пока-пока. Трямо не хулигань. Помаши всем. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...